Тяжелые полуторачасовые тренировки два раза в день, еженедельно. Вологодские легкоатлеты готовятся к спартакиаде Союза Городов Центра и Северо-Запада России. Подробности смотрите в нашем следующем сюжете. Многократные прыжки через барьер Вологодские легкоатлеты выполняют с легкостью. В этот раз тренировка на выносливость, а бывает еще техническая и силовая. Ради золотых медалей работать приходится много и усердно. Впереди важное спортивное событие спартакиада Союза Городов Центра и Северо-Запада России. Тяжело, тяжелая физическая нагрузка, я справляюсь, готовлюсь к соревнованиям, у меня есть цели. И чтобы достичь поставленных целей, спортсмены уже сейчас начинают тренироваться. Роман Кузнецов будет отстаивать честь города в прыжках в длину и высоту, а также в беге на 100 метров. В соревнованиях такого уровня он принимает участие впервые, поэтому к подготовке относится серьезно. Некоторые упражнения даются тяжело, потому что думать надо, как вам объяснить, что нужно соображать, что делаешь, что нельзя, что можно и как правильно сделать упражнение. Всего вологодскую сборную по легкой атлетике будет представлять 20 спортсменов. Тренер делает ставку и на молодых, и на квалифицированных легкоатлетов. Большие надежды возглавляют на знаменитого спортсмена Константина Петришова, который сейчас выступает на чемпионате мира. Надеюсь, что приедет Жуковская, Мастер спорта Межангласа, который сейчас имеет третий результат в мире, прыжка в Лене, 7-0-2. Мастер спорта у нас Мурашова Елена, беги на 800 метров. Но если мы соберем всех, кого хотим собрать, мы будем претендовать на, по крайней мере, на прессовую тройку. Мы в этом спорте выступаем уже не первый год, и добиваются победы в этих соревнованиях. И были в призерах неоднократно. Чтобы добиться хороших результатов и провести спартакиаду на высоком уровне, сейчас готовятся и команды, и спортивные объекты. Приводят в порядок и стадион «Динамо». Оборудование все такое новое, импортное. То есть, сектора сделаны, прыжков в длину, великолепно там все будет. Все по международному стандарту. Вологодские легкоатлеты выступят по всей программе соревнований. Спринт, прыжки в длину, в высоту и многое другое. Команду победителей в легкоатлетике определят по наибольшему количеству очков, заработанных спортсменами. Кроме этого, в рамках спартакиады пройдут также соревнования по футболу, волейболу, гимнастике, самбо и другим видам спорта. Всего на спортивных объектах Вологды будет состязаться около тысячи спортсменов из 14 городов центра и северо-запада России. Арина Прахова, Антон Лукьянов, Вологдопортал.